всем привет время 6 утра я выхожу на работу а делать сегодня вот так потому что у нас сегодня будет 32 градуса опять в москве вчера объявили аномальную жару но небо затянуто какой-то дымкой немного сейчас посмотрим там солнышко встает с той стороны так вот небо есть где просветы голубые ушла мама спит вчера вечером конечно она дала мне шороху стала не узнавать и меня и ну я так поняла что она про меня думать что я это не я кто-то другой закат ой рассвет тоже затянуло затянуло хотя сегодня я думаю сейчас развеется как-то темновато выглядит на видео так идем к машине садимся едем на работу она вчера мне говорит я ходили приехала сюда в гости а кто меня сюда мол типа привез я буду я тебя привезла я тебя привезла в общем целый концерт вот и говорит мне надо ехать домой там мой дом значит ну где она жила вот в бутово с отцом там мой дом не надо туда ехать почему я должна тут была уезжать ну в общем объяснять толком ничего не хочу и у мамы тебе здесь хорошо ты же сама сказала ночью а вчера уже она собралась опять домой не знаю чего будет сегодня очень переживая за то чтобы она просто взяла и не вышла из квартиры потому что выйти она может спокойно там просто повернуть ручку она уже это сделала поворачивается ручка у меня и она спокойно выходит то есть у меня не блокируется с той стороны то что я ее с этой стороны закрыла ничего не не значит то есть она может с той стороны обычно открыть и выйти если она выйдет все она сразу заблудится сразу у него в кармане лежит адрес но адрес там бутовский где она бутово живет ладно в общем не будем а грустным с утра чуть с утра уже по грустному начала опять ныть все едем на работу я уже отработала и сейчас иду девчонка с работы меня попросила купить торты у нее сегодня день рождения или торты как правильно вот сегодня день рождения а магазин открывается от палочи здесь у нас у метро щелковская в 9 она 8 пришла ну она 8 обычно приходит пораньше уходит у нее маленький ребенок вот и попросил быть может артем не купить я бы да с удовольствием прогуляюсь схожу вот так что иду за тортами сейчас два больших она сказала там и пироженки какие-то заодно вам покажу тортики а сейчас вас переверну покажу вам щелковскую нашу щелковское шоссе это щелковское шоссе недавно здесь построили вот эту эстакаду у нас здесь огромную чтобы разгрузить пробку потому что здесь всегда была пробка очень большая у метро потому что здесь сразу начинается метро щелковская вот там вдалеке новые дома тоже новый дом вот немножко пятиэтажек осталось вдалеке вот они пятиэтажки ну это район моего детства я здесь выросла это 11 парковая я выросла на предыдущий на 13 парковой так что идем сейчас с вами за туртиками так на работе все сегодня не один человек подходит ко мне и говорят ир как у тебя дела я горды нормально гочет ты последнее время какая-то грустная ходишь и что-то у тебя случилось неразговорчивая в общем люди замечают что во мне что-то не то что я выгляжу не так я уставшую мешка но под глазами у меня мешки вот потому что я не высыпаюсь соответственно психологически мне тяжело вот тоже принимаю успокоительные разные сейчас поэтому люди со стороны замечают мне это не нравится конечно надо как-то брать себя в руки и приводить себя в норму в общем будем стараться смотрите листики уже падают хотя сказали что вот видите у меня такие вот когда я устаю либо когда сильно нервничаю у меня они еще больше становятся вот эти полоски в общем скажут душно у нас на улице не 30 градусов вообще объявили сейчас как-то облачно и очень душно объявили сказали что в сентябре будет теплый и листопад начнется в конце сентября потому что в конце сейчас было много дождей и вроде как будет зелень у нас подольше держаться и очень сейчас душно влажно на улице тоже пятиэтажечка вот такого плана пятиэтажки им не повезло их не сносят это здесь вот четыре квартиры на этаже а у нас были пятиэтажки три квартиры на этаже я уже говорила поэтому наши дома быстро снесли и дали нам квартиры здесь еще палатка такая старая осталась такие палатки еще есть да такие палатки оставили не снесли союз печать газеты раньше здесь все было в палатках все снесли и на первом этаже пятиэтажки сделали вот такие маленькие магазинчики но тоже здесь равно вот автовокзал вот видите какой грязь такая в москве в мете автовокзал потому что вот здесь автовокзал метро бомжей здесь куча всегда тоже кстати какая грязь даже вот здесь вот было раньше и банки были съехали аптека съехала может быть здесь сейчас все будет убирать тоже не знаю так а где же этот магазин то она сказала что он здесь где то находится от палыча что то я не вижу может с этой стороны тоже торговый центр вот здесь вот большой ну длинный остался от палыча не вижу а где же она сказала от палыча сейчас я ей позвоню спрошу так все наконец-то нашла от палыча черти где находится она готова метро посмотрим здрасте так она сказала большие торты купить и маленькие типа пирожных типа пирожных вот эти наверное торты большие цены дорогие от палыч конечно торты вкусные тортики буду сейчас выбирать так числа подходят но они все равно сейчас их съедят спасибо большое до свидания ага заказывала я хочу сказать вы не себе берете я не себе беру да она мне попросила купить да хорошо спасибо ага ага мороженое тут тоже есть оборот вот вот здесь вот 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 там там софии место встречи называется там будет большой комплекс не знаем еще что и кинотеатр и развлекательный центр какой-то в общем здесь первомайский все работает там же ильдорадо есть так здесь магазина дамасков и грузинской кухни мета иване а раньше по-другому как-то здесь кафешка назывался меняет постоянно здесь мест такой непроходное здесь я думаю вообще мало стоянка автомобильная здесь платная недавно здесь тоже припарковывалась мы недавно с вами здесь цветы покупали кстати для света сюда я подъезжала здесь покупали мы цветочки вышло солнышко уже так что вот несу ей тортики сделаю еще одно доброе дело она мне говорит мне даже неудобно вас просить я говорю ничего страшного я прогуляюсь мне даже здесь мы с вами цветы там в мост-торге покупали я говорю мне даже хорошо прогуляться немножко потому что моя голова просто кипит так а здесь что это дискон сейл кастата раньше здесь был здесь ольга кстати работал оль если будешь смотреть вот твой магазин кастата смотри его закрыли его закрыли он пустой написано открыто но сейл был видимо но он пустой уже все там ничего здесь фитнес-клуб и вот такой вот огромную громаду дом построили здесь новый красивый обалденный кстати здесь он и макдональдс там классно сюда раньше на дискотеку мы бегали мяты сейчас называется раньше назывался эпицентр мы суда с девчонками с милкой с ольгой с ленкой которые в италии бегали сюда на дискотеку плясали я уже дома зашла в пятерочку кое-что тоже купила покушать мама я пришла мама уже позавтракала вроде так ничего сейчас хотя вечером вчера конечно она мне тут шороху дала вот но она все хочет поехать уже домой собирается говорит я у тебя погощу и поеду домой я в гостях я мне надо ехать домой там мой дом и я хочу там там и стены греют так что не знаю что дальше я говорю пока отдыхай говорю здесь папа отдохнет тебя ты от папы отдохнешь и в общем не знаю посмотрим что будет дальше сейчас покажу вам что я купила в пятерочке мама ночью опять съела все булки у нее ночью прямо на сладкое на вообще аппетит такой ночью она подъедает тут все и печенье есть много и в общем всего поэтому я бежала и сдавала на сахар ей но все слава богу сахар нормальные сказали что это нервная так купила две булочки были вот такие только купила вот такие булочки но она такие любят они мягкие хорошие разрезать можно а потом увидела вот такие маленькие булочки удобная булочка с брусникой тут я какие-то с лимоном с маком покупала она все съела в общем все это такие маленькие тоже хорошие вот это все что я купила это на 900 рублей купила две пачки печенье вот такого вот печенье деревенская деревенская кофе а это деревенская варенка тип как нанесу со сгущенкой но она без прослойки просто вкус наверное сгущенки купила печень куриную потушу сделаю чтобы она покушала вафли купила но ты уже я это все уберу я спрячу я кое-что выкладываю я это спрячу так купила вафли яшкина сливочные а это какие там со вкусом топленого молока тоже вафли 2 баночки тунца купила тоже пригодится может быть так поедим не знаю посмотрим будет она есть не будет не знаю купила вот эти вот опять патиссоны но они такие вкусные в прошлый раз я их долго ела не мне очень нравится она навряд ли будет есть но я их буду есть я прям очень хочу они очень вкусные купила морковку со спаржей себе я люблю она это не будет есть так купила рис селяночка так как рис закончился крупный круглый обычный купила два баклажана у меня есть два кабачка и я потушу сделаю как тушеные такой кабачки с баклажаном вместе я думаю она поест в принципе она такой любит три пакетика веньки прихватила на всякий случай такие суткой у него есть питанием так по чуть-чуть сюда на всякий случай беру соль взяла вот такую либо розовую берут этой же фирмы но розовую покрупнее вот этот чуть помельче белая но это хороший сон соли сделано морем соль морская мелкая едированная хорошая вот так что вот это вот все у меня вышло на 1000 рублей на 1000 рублей это можно с картошкой отварить картошки и как гарнир положить тунец и просто покушать он в собственном соку не стала брать в масле специально взяла собственном соку вчера сварила компот из слив и все-таки добавил туда еще немножко персика но она сказала что все равно ей кисловата пить не стала я пью я пью вот а так я и вот сюда вот выкладываю печенье оладьи вчера не стала есть я с работы принесла пик в оладе 4 штучки она не стала отсюда печеница выкладываю булочки сюда кладу и она отсюда все кушает это мы с не давление ведем это вот первый день когда нам еще только выписали таблетки и первый день мы стали пить вот такое давление было вот эти высокая вообще а сейчас уже накопительный идет накопительная как сказать накопление таблетки вот и уже давление видите вот сейчас вот мы мерили 145 на 75 на 76 144 вчера 160 149 в общем уже нормально потому что было 182 192 вообще я заглух хваталась тут снижала ей венька спит на жаре я на улице уже тридцатник душно в квартире включили кондиционер очень душно на улице прям влажность потому что видно где-то идут дожди обещали дожди очень-очень душно была такая какая-то туманка но сейчас она рассеялась и солнце выходит написано что к четырем часам будет 30 а значит на градусники будет на 50 сейчас кстати можно посмотреть пойдем посмотрим сейчас сколько на градусники я даже убраться не могу меня нет сил честно 47 5 6 7 47 градусов 47 градусов мам на солнце до 47 градусов а ты говоришь такая жара спала только проснулась время 15 минут четвертого где-то часа два я спала глицин чтобы быть спокойной мама так что-то дремит тоже спала просыпалась я слышала она входила спала сейчас так у нас хорошо ветерочек такой из окна идет прям на улице жарище а ветер сильный кто тут разлегся на мамой на маминой кровати а кто тут разлегся такой пушистый такой пушистый разлегся лежит балдеет тоже рядышком со мной я выспалась хоть немножко убрались эти получше немножко стала сейчас что буду делать буду делать кабачки ой так не видно кабачки сейчас буду тушить ой баклажаны да с кабачками вместе а то кабачки уже он портится баклажаны кабачки потушу вот что еще не знаю короче на вторую уж печенку пожарю потушу тоже выспалась хорошо самое главное вечером сегодня уснуть спала прям крепко крепко спала хорошо надо волосы сейчас мыть укладывать хочется мне выйти в прямой эфир пообщаться не знаю получится или нет посмотрим